Блядь, Пикачу, прости пожалуйста, я ей-богу не хотел, я тебя не конструировал, присаживайся поудобнее, мне очень жаль. Здорово, бандиты, это выпуск про самые необычные чаши для кальяна, которые есть на планете. Мы по-прежнему находимся в самоизоляции, мы по-прежнему находимся у меня на кухне, я уже забил Пикачу. У меня сейчас здесь на столе представлено огромное количество брендов, которые делают дизайнерские и необычные чаши для кальяна. Основная масса этих брендов находится в России или СНГ, это необычное интересное направление, которое развивается параллельно с индустрией. И всегда есть люди, которые хотят получить нечто большее, чем просто курение, получить какую-то эмоцию. И для таких людей и развивается, собственно, некоторыми производителями вот это направление, производителями чаш. И я думаю, этот выпуск будет интересным, потому что лично я основную массу этих продуктов, конечно, больше воспринимаю, как такую своего рода сувенирную продукцию, которая просто крутая, нифига себе, чаша, шаман, взял, поставил, она тебя стоит и радует глаз. Конечно же, я на этих продуктах ни разу не курил. Мы попробуем некоторые из них покурить сейчас здесь с вами, обсудим все в этом выпуске бренды, которые производят интересные и необычные чаши. И я думаю, получится довольно занимательно. В конце выпуска, как всегда, вас ждет розыгрыш. Перед началом выпуска я хочу впервые вас попросить. Я на днях, где-то пару дней назад, полазил в аналитики канала на ютубе и увидел, что всего там то ли 7, то ли 9% подписчиков канала нажали колокольчик. И только этим людям приходит оповещение о новых видеороликах. Есть такая охуенная функция. Я никогда об этом вас не просил. Прямо сейчас нажмите колокольчик. Нажмите колокольчик. Нажми колокольчик. Нажми колокольчик, я пойду заберу еду у доставщика и будем начинать. Вчера вечером я сидел и когда выстраивал какую-то логическую цепочку, о чем же рассказывать в этом выпуске, я попытался вспомнить какую-то первую кальянную чашу дизайнерскую, которую я вообще видел в своей жизни. И когда же все-таки я столкнулся с вот этой формой кальянного производства, такой необычной, как вот эти дизайнерские чаши для кальяна. И вспомнил. Первая была чаша локум. Если помните, были такие черепа. Для меня эта чаша знаменательна тем, что когда был давным-давно, пять лет назад какой-то заместом с Аравией и Платином, вы все про него в курсе. Чувак, который назвал меня наркоманом и которого я высмеял, он мне записал потом видео, видеообращение угрожающее, чтобы позвать меня в Белгород разобраться или покурить кальяны. И он одел рубашку, сел, значит, вот так из-под лоби, курил кальян, пускал колечки и рядом поставил кальян какой-то высокий. И демонстративно на него поставил эту чашу череп, ну для придания максимальных красок, максимальной угрозы и устрашения своему обращению. Вот так я познакомился с дизайнерскими чашами. Потом время шло, я снимал блог, мне прислали колоссальное количество продуктов. И, конечно же, многие из них были необычными и я все время их воспринимал просто как сувениры. Я их просто ставил в заведение, они радовали глаз, никто на них не курил и всем было прикольно. Итак, для удобства и навигации в этом видеоролике я за день, за два дня его готовя, подумал о том, на какие категории мы вообще в целом можем разделить дизайнерские чаши для кальяна. Я разделил их на условное количество категорий, мы сейчас о них поговорим. Поговорим о том, какие бренды входят в какие из этих категорий, что они делают, сколько стоят их продукты. А потом в конце мы все это уберем и забьем условного там или шамана, или вот этого футболиста, конечно, самые дорогие, самые нереальные чаши, которые есть в этом выпуске. Чаши бренда Clay King. И попробуем покурить, поделимся каким-то впечатлением. Будем начинать категория номер один. Да, братва, категория номер один это просто какой-то безидейный, кальянный, не имеющий ничего общего с профессионализмом и красотой, кальянный шлак. Важно понимать, что производство глиняных изделий, производство фарфоровых, фаянсовых, любых изделий, это рынок, который существовал задолго до появления и развития в России и СНГ кальянной индустрии. Безусловно, огромное количество производителей, которые уже были на этом рынке, они попробовали сделать какие-то кальянные продукты. Если вы зайдете на какой-нибудь рынок, каким-нибудь, например, арабам в своем городе, у которых по-любому есть там кальянный магазин, вы, безусловно, можете найти чаши каких-то причудливых и необычных форм. Вот, например, такая у меня есть чаша, я не знаю, что это за производитель, мне подарили ее на Хука Клаб Шоу, но очевидно, очевидно и визуально, и вообще в целом, я уверен, что эта чаша перегревается курицей абсолютно ужасно. Выглядит она абсолютно так же ужасно, таких производителей, я думаю, с пяток, с десяток в России насчитать можно. Это просто категория сувенирного, реально сувенирного кальянного шлака. Категория номер два куда более интересна. Поехали! Вторая категория, друзья, это чаши, на которых в целом визуально можно курить. Чаши доступные, чаши выполненные из глины. Речь здесь пойдет о четырех брендах, я привязал к этой категории четыре бренда. Первый бренд из Нижнего Новгорода под названием Вербунд, бренд, который известен производством крутых, по-настоящему крутых аксессуаров. Ребята делают очень много чего из глины, очень много работают с металлом, деревом и так далее. У них есть три дизайнерские чаши. Все эти чаши изначально начинали производиться вручную, сейчас это литье. Все эти чаши стоят по 990 рублей. У меня сейчас в руках чаша медведь, еще есть череп и что-то еще. А череп и лев, их фотографии мы вставим здесь же в видеоролике или здесь в видеоролике. Чаша выглядит прикольно, я не знаю как она курится, визуально внутри просто интегрирован формат обычной УПГшки. И поэтому я думаю, что чаша курится нормально. Вербунд симпатичный бренд, все что они делают это прикольно, все что они делают интересно и достойно внимания. Следующий бренд в этой категории отправляет нас прямиком в Новосибирск. Это компания Demart и Владимир Колесников, который сделал, кстати говоря, одну из моих самых любимых чаш, на которой я курю дома. Demart Joker, и он сидит дома просто в трусах, сверху вот в этом гончарном платье, за гончарным кругом и просто сам лепит эти чашки. И у него вот есть целый ряд чашек, там были, по-моему, если не ошибаюсь, чашки-кружки, чашки-кружки, чашки-чайники, по-моему, у него были. И есть у него вот такая чашка мухомор. Но это выглядит необычно, я уверен, что это абсолютно не важно. Ну, типа, это можно, все, это можно покурить, но, конечно же, это не формат стабильного нормального курения, это танцы с бубном, даже если ты поставишь это в заведении, даже если ты поставишь это дома. Если очень хочется, на каждой из этих чашек покурить можно, но смысла в этом, скорее всего, никакого нет. Владимир недорого продает свои продукты, я не знаю, сколько точно стоит эта чаша, но я уверен, что стоит она до 1000 рублей. Кстати, что касается того же Вербунда, и вот я уверен, та же самая история будет с чашей от компании Тартуга, она тоже в этой категории. Вербунд начинал первые свои чашки делать вручную, то есть они лепились вручную, стоили дороже, делались долго, ебли бы, было с ними огромное количество. И, конечно же, все это пришло в нынешнем состоянии к просто литью, то есть это не ручная работа, поэтому это стоит доступных денег. Как доступных денег стоит и, например, чаша вот такого формата с пандой от компании Тартуга. Она стоит, если не ошибаюсь, 700 или 770 рублей, тоже максимально доступный продукт, и она похожа на обычный фанал, скорее всего, она курица будет. У бренда Тартуга тоже есть, ну вообще, если мы говорим о категории чаш кальянных черепов, вот таких, их очень много, они есть реально у разных брендов. И у Тартуги, по-моему, есть, и Череп Пират, по-моему, у них есть. То есть это тоже та же самая категория условных чаш в радиусе 1000 рублей с каким-то минимальным, интересным, привлекательным, возможно, дизайном. И еще есть чаши в этой же категории под названием Опа Дед. Чаши, которые стоят то ли 500, то ли 550 рублей, у меня их нету. Тоже абсолютно обычная глиняная история. Здесь мы вставляем где-то фотографию их. Это чаши в форме шара или в форме игральных костей, в форме кубика. Вот такая вот была первая категория. Это чаши, которые может позволить себе каждый непонятно, не всегда понятно, как они должны куриться, не всегда понятно, зачем это нужно. Но, тем не менее, это доступный продукт. Если ты хочешь как-то хитро выебнуться, заиметь красивые, интересные фоточки у себя в Инстаграме, когда ты куришь кальян дома и кого-то удивить, ты, безусловно, можешь эту чашку себе купить. Я бы этого делать не стал. Мы переходим к следующей категории. И тут начинается самое интересное. Итак, следующая категория, друзья, это действительно необычный и действительно заряженный какой-то идеей, эмоций. И в то же время вполне себе тоже доступные чаши для кальяна. Первый бренд в этой категории это чаши от наших хороших друзей под названием Don't Balls от ребят, которые делают нам, например, в заведении, в кофейне посуду. В том числе, это чаши. Их две, они дизайнерские и они выполнены в стиле Пикачу и в стиле свиньи из игры Angry Birds. Это чаши выполнены из глины. То есть, это типа тройной обжиг. Соответственно, сначала делается, обжигается глина. Потом, в случае, например, с Пикачу, это все покрывается желтой глазурью. Зажигается, прожигается опять. Потом уже наносится краска вот эта вот вся. Или эмаль. И прижигается еще раз и получается готовый продукт. Это необычные чаши. И основной их особенностью является, и то, что я уже могу отметить точно здесь сейчас, это то, что в целом эта чашка курится плюс-минус, как самая обычная убивашка. То есть, в случае Пикачу, я плюс-минус получаю такое уже приближенное к стандартному курению, как и от любой другой чашки, на которой могу покурить. Чаши Дон Боллс, вот эти две, они стоят по 1500 рублей в розницу. И где-то по штук 250 в месяц ребята говорят, что они их продают. Это прикольно. То есть, это категория, которая точно людям нравится. Уж типа полторашку. Я еще не знаю, Angry Birds, вот этот свинья. Странный выбор. Но в отношении Пикачу, я уверен, что это в формате сувенира, подарка, который еще и можно покурить. Прикольное решение. Мне эта чаша нравится. Дальше. Кто у нас есть в этой категории еще? Из тех, кто у нас здесь представлены, ни одного бренда. Поэтому я рассказываю о них и показываю их фотографии просто так. Первый бренд называется Керомастер. Это бренд, который не так давно свистился в кальянных новостях здесь у меня на канале, тем, что представил кальянные чашки вагины. Вот такое вот необычное решение. Помимо чаш вагин, бренд Керомастер делает еще чаши в форме ктулху и чаши в форме стаканов тики. Если чаши вагины и тики стоят по 850 рублей, учитывая весь пиздец, который нас окружает, чашу вагину в целом можно купить. Она подходит под эту ситуацию. Ктулху более сложная работа и стоит, если не ошибаюсь, 3600 или 3800. Следующий бренд в этой категории это чаши из Незалежной, чаши из Украины под названием Monster Balls. Чувак делал просто чаши из любой глины, сам своими руками. Это не литье для своих друзей. После этого это увидели остальные люди и начали у него заказывать. Абсолютное колоссальное количество всяких персонажей, всяких спайдерменов, железных человеков, чеширских котов и всего-всего, что только можно представить, они делают. Производство чаши занимает довольно большое количество времени и чаша стоит от 1000 до 2500 рублей. Соответственно, это тоже категория доступных продуктов. Зачастую некоторые из чаш, которые получаются у бренда Monster Balls, выглядят не совсем эстетично, не совсем красиво, но есть и чаши вполне себе достойные. Так что обратите внимание, возможно, будете также собирать коллекцию, как ее получилось, так что собираю и я. Ну что, друзья, переходим к самой последней категории. В ней у нас будет представлен только один бренд. Это самые необычные, самые необычные и самые дорогие, самые трудоемкие чаши для кальяна, которые представлены на российском. Ну и, скорее всего, мы можем заявлять то, что и на мировом рынке тоже. Давайте я уберу все остальные, чтобы не мешалось, потому что одну из этих чаш я забью. Чаши под названием Clay King, бренд из города Курск. Абсолютно ручная работа. И чаши, про которые впервые все узнали, обратили на них внимание, когда производитель угля под названием Шаман начали показывать, как они готовят охуенно вот такие на подарок, на розыгрыш, на еще что-то для своих партнеров чаши. Чаши шаманы, чаши индейцы с масками, с черепами, с перьями. И, конечно, когда все это увидели в первый раз, они абсолютно охуели. Особенно охуели они, когда увидели, что у этих чашек еще и светятся глаза. Здесь у меня села зарядка, я не нашел нужного провода. Но в отношении вот этого футболиста, который... Это мне подарили ребята из Шаман. Спасибо большое. А в отношении этого футболиста его сделала компания Clay King. Специально для меня просто прислали для того, чтобы я его снял в Инстаграм, поставил и красиво наслаждался. Конечно, это невероятного уровня работа. Каждая чаша стоит от 8 до 10 тысяч рублей. И изготовление каждой из этих чаш занимает минимум полтора месяца. Соответственно, это невероятного уровня красивенная работа. То есть, ну, типа, с использованием даже в том числе металла, как маски, с использованием вот этих встроений. И здесь металл, видите, сережки. То есть, это реальное произведение искусства. И произведение искусства, на котором мы сейчас с вами попробуем покурить. Я ставлю телефон для того, чтобы заснять процесс забивки. И мы возвращаемся. Ну что, друзья, давайте забьем. Забивать будем мы чашу американского футболиста, приуроченную к просто бренду, но хули смог, но хулигруп. Забивать будем овзал хулиган. Я дождался, ко мне в Краснодар приехало несколько коробок. Я сразу выцепил себе блок. Курю его без перерыва. Я напоминаю, что этот продукт уже можно купить себе в магазин, себе в заведение. Если оно, не дай бог, в ближайшее время, дай бог в ближайшее время откроется. У компании PointArt в свободном доступе уже не только через наши магазины. Короче, какая есть особенность у чашек Clay King? То, что здесь, в таком вот формате, выполнена просто дырка. И ты можешь выбрать одну из вот этих двух, то ли керамических, то ли глиняных вставок, для того, чтобы покурить условно, либо условный фанел, либо обычную чашку. Обычную убивашку, по сути, из этого сделать. А я выберу обычную чашку. Давайте положим табак, закинем уголь и, наконец, проверим впервые в жизни, впервые в истории, как все-таки курица, чаша за 10 тысяч рублей условные там от бренда Clay King. Как всегда, в золото табак, который невозможно перегреть, поэтому мы не паримся. Забиваем в абсолютно легкое касание. В таком формате выглядит забивка. И перекидываем угли, возвращаемся пробовать и закруглять это словесное ушу. Давайте пробовать, давайте пробовать. Уже минут 5-7, наверное, стоит греется чаша бейсболист от бренда Clay King. Конечно же, это все выглядит так, как будто это не прогреется вообще никогда. Тем не менее, за вот 5-6-7 минут поверхность чашки уже довольно теплая, можно попробовать покурить. Нормально. Обычно, кстати, курица чашка и довольно быстро прогрелась. Ну, конечно же, она не для курения кальяна, это чаша для того, чтобы максимум один раз поставить этот кальян, один раз покурить, один раз снять видео, сфотографировать, снять историю и красиво поставить себе на полку. Этот бренд делает абсолютно любые чашки, поэтому и делает полтора месяца, потому что если хотите типа спайдермена, то расскажите, какой он должен быть и получится спайдермен. То есть это самая уникальная история в производстве чаш, которую я сейчас на данный момент видел, которую я могу лицезреть, которую могу потрогать. Бренд Clay King это та самая категория именно какого-то сувенирного произведения искусства, даже не знаю того, как выглядит тот человек, который себе купит такую чашку для того, чтобы на ней курить постоянно, а не только тогда, когда хочет, например, похвастаться перед друзьями. Ну что, друзья, вот такой вот был выпуск. Я рад был с вами здесь все это обсудить, покурить, пообщаться, показать, потому что такого еще никто не делал. Я надеюсь, что вам максимально этот выпуск понравился так же, как понравился он мне. Давайте что сделаем? Давайте, безусловно, разыграем, но перед розыгрышем я должен вам рассказать, почему где-то, несмотря на то, что обещал, что постоянно-постоянно буду что-то снимать каждый день, почему у меня не было последние 3-4 дня и куда же я все-таки пропадал. 2020 год уже полностью и навсегда изменил наши отношения к экономике, бизнесу, людям, отношениям и всему-всему-всему-всему-всему, и это только самое начало. И еще недавно мы были самыми настоящими, крутейшими, нереальными профессионалами, которые сделали кальянный рынок в России самым масштабным, самым популярным, самым стремительно развивающимся в мире рынком, на который все смотрят, а сейчас мы находимся в ситуации, когда не знаем, что с этим рынком будет в принципе. Именно поэтому, именно потому, что сейчас сложная ситуация, именно потому, что сейчас каждый из нас сидит дома и не имеет физической возможности зачастую как-то коммуницировать с рынком, расти, развиваться и так далее, мы подготовили для вас наш образовательный проект. Прокачаем дома, братва, 4 и 5 мая, 16 часов. Да, короче, я ничего не буду вам рассказывать, это просто нужно видеть. Анонс грядущего прокачаев здесь, сейчас. Поехали. Улетели листья стеболей, наступила неизбежность, карантин. Заскучавшие дети сидят по домам. Люди, вы где? Люди, Люди, вы где? Горюшка, мне горе, если хоть что-нибудь, что поможет мне разбавить этот карантин. Здорово, бандит, хоре скучать, пора качать. Устал сидеть дома без дела? Сон и отжимания больше не приносят удовольствия? Специально для тебя мы устраиваем прокачаем. Но где же он пройдет? Монако? Нет. Гуршавель? Нет. Краснодар? Нет. Твоя квартира. Вот этого ты точно не ожидал, свящара. В этом году тебя ждет 15 часов онлайн-лекции от ведущих спикеров индустрии, кулинарные лайфхаки о том, как приготовить гречку двадцатью разными способами, а также автопати небывалых масштабов, участником которого можешь стать именно ты. и для этого тебе даже не придется вставать со своего стула. Привет, я Илья Кобзарев. Всем привет, я Илья Романов. Привет, я Дима Густой. Привет, я Фил. Всем привет, это Вова Денежкин. Салют, я Коля Саркози. Да мам, блин, я видео записываю. Привет, я Слава КМТМ. Привет, меня зовут Айдар Хороший и я жду тебя на прокачаем дома. Всем привет, я Антон Гавронский и даже я иду на прокачаем. Привет, я Роман Крецу и я жду тебя на прокачаем у тебя дома. Коронавирус на дворе, вмиг улицы все опустили, машин, животных больше нет и люди по домам осели. Общение не достает и по кальянным мы скучаем. Включи смартфон, открой страницу, увидимся на прокачаем. Звучит интересно. Осел, бегом свалил с компа. Да-да-да-да, мы переформатировали нашу образовательную площадку в онлайн, форум, онлайн мероприятия и прямо сейчас, каждый день с утра до вечера мы стараемся сделать все, чтобы показать вам супер уровень кальянного образовательного мероприятия, которое пройдет у тебя дома. Вот такие новости. Уже, скорее всего, к моменту выхода этого выпуска в комментариях уже, возможно, будет ссылка, посмотрите, может быть, ее там нет, но она там обязательно появится, на мероприятие. Мероприятие будет более доступное, чем обычно. Вам не нужно никуда ехать, не нужно тратить никакие, не нужно тратить деньги на покупку самолетов, билетов, отелей, не нужно курить по кальянам с друзьями. Ты можешь сделать все это у себя дома. Заканчиваем это словесное ушу. Здесь сегодня была пара-тройка брендов, которые, ну, скорее всего, не просто. Так эти чашки оказались у меня в коллекции. Раз ребята мне их прислали, значит, мы хорошо с этими ребятами общаемся. Давайте сделаем следующим образом. Вот смотрите, у нас есть две чашки от бренда Дон, это два. Вербунд, у них есть три чашки трех форм, это пять. У ребят из Тартуги, по-моему, тоже есть три, это восемь. Демар, давайте трогать не будем. И девятой чашкой, которую мы разыграем, девять победителей будет в комментариях под этим видео. И девятой чашкой, которую мы разыграем, станет, ну, типа, какая-нибудь чашка от бренда Клей Кинг. Я думаю, что как-нибудь с ребятами мы договоримся. И они подготовят что-нибудь в памятный подарок за участие в этом розыгрыше. Для того, чтобы выиграть, нужно, как всегда, написать абсолютно любой комментарий в описании к этому видеоролику, поставить обязательно лайк, в комментарии напишите, как ваше настроение, как относитесь к такого рода продуктам, понравился ли вам выпуск, интересно ли дальше общаться на такие необычные темы, нам с вами здесь, на канале Нуахули Муви. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте своим друзьям, братва. Чо кого, сучара? Субтитры сделал DimaTorzok